Сегодня поговорим про раннее старение, как его остановить. Если вы чувствуете, что вы старитесь, и старитесь не физически, бывает достаточно молодо человек выглядит, но старится как будто органы, система органов. Это я говорю про задышку, про усталость, про нежелание секса, про бессонницы. Вот это про старость, а не про то, как лицо у него блестит. Соответственно, я здесь всегда говорю, чтобы оставаться молодым, важно работать с окислительным стрессом. Он есть у нас у всех, и здесь нам нужны антиоксиданты. Во-первых, альфа-липолевая кислота вместе с коэнзимом. Нам нужен витамин Е, который блокирует развал митохондрии. Нам нужна защитная формула с адаптогенами. И нам нужно восстановление клеточных мембран через омегу-3 и через лецитин. Для чего? Это должна быть обязательная история рациона, потому что это единицы клеточных мембран. То есть, если мембраны клеточные слабые, вы можете испытывать серьезные неполадки внутри. Дальше, если мы чувствуем, что снижается энергия, мы добавляем коэнзим. Адекватная регулярная аэробная нагрузка стимулирует образование новых митохондрий и увеличивает коэнзим. Соответственно, коэнзим есть в говядине, в арахисе, в сельде, в кунжуте, в цыплятах, в брокколи, в цветной капусте, в апельсине. Но он находится в очень-очень маленьких количествах. Еще нам понадобится витамин С, витамины группы В, которые увеличивают биосинтез коэнзима. И, мои хорошие, всегда мы устраняем стресс. Если чувствуете, вот не вывожу, все бесит. Бросайте в какой-то момент, услышите свое тело. Другой момент, если есть избыток сахаров, фруктозы, глюкозы, вот, например, как у меня сегодня, то бывает так, что повреждается коллаген кожи. И это очень неприятно. Повреждается, ладно, коллаген кожи. Бывает так, что это приводит к атеросклерозу сосудов, и инфаркту, и инсульту. Соответственно, простые углеводы должны быть на минимуме. А вот коэнзим, группа В, все это важно. И суточная норма кальция, 1000 мг в сутки, это необходимо не только для кожи, но и для мозга. Если есть анемия, то ее нужно устранять, потому что это влияет на многие-многие проблемы. Ну и, конечно, моя любимая коррекция гормонального фона тут тоже важна. Это, ну, я не буду говорить все комплексы, но оно, оно сработает. Самое важное, устранить у себя дефицит минералов, и поработать с маркерами старения через что? Через мелатонин, кортизол и половые гормоны. Пишите вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...